Приветствую всех моих дорогих парфюмерных друзей на моем канале Алиса Блэк, а также новеньких зрителей. Надеюсь, что таковые тоже имеются. Давайте знакомиться, давайте дружить и рассказывать друг другу о любимых ароматах. Сегодня я хочу рассказать вам о своей большой, очень большой закупке парфюмерии на осенне-зимний период. Это ароматы, в основном повторы, мною горячо любимые ароматы, которые я возвращаю всегда к определенному сезону. И также здесь будут две парфюмерные новинки. Это ароматы, которые произвели на меня самое яркое впечатление в мой последний забег в магазин. Кто смотрел видео «Куплю, не куплю», тот наверняка знает, о чем пойдет речь. Ну, наверное, на новинках я остановлюсь более подробно, а вот повторы, ну так скользь, да, просто краткая информация, самая важная, емкая, чтобы просто освежить в памяти. А так на них у меня уже есть обзоры предыдущие в плейлисте про парфюмерию, коллекция парфюмерии называется плейлист, вы можете там все найти. И также они будут наверняка фигурировать и в осенних подборках, которые я буду для вас снимать. Итак, сначала я решила к началу осени закупиться брендом Атар Коллекшн, потому что практически все я распродала под ноль. И думаю, ну вот сейчас самый сезон, как раз у Атар Коллекшн много вот такой вот средней воздушной гурманики по плотности. Это Хаяти, это Али Райхан, Кристальная Любовь. Вот эти вот три аромата у меня должны были быть, но сейчас у меня только Кристальная Любовь, потому что делала заказ на Духи Ре, и, к сожалению, они немножко напортачили. Также Атар Коллекшн всегда советую новичкам, которые приходят на мою страничку в Инстаграм и говорят, я хочу попробовать какой-то нишевый аромат, но боюсь. Вот Атар Коллекшн, это, мне кажется, то, с чего можно спокойно начинать новичкам и не бояться, что они будут шокированы. То есть это совершенно несложные ароматы, попсовые, простые. Многие из них, да, заимствовали идею каких-то других популярных ароматов, но есть и самостоятельные. Вот Кристальная Любовь, это аромат про белый шоколад и фрукты. В шлейфе это звучит достаточно воздушно, нежно, вкусно. Не назойливый, не надоедливый и не переслащенный, не липкий. Вот за это я люблю Кристальную Любовь. Коробочки Атар Коллекшн очень красивые. Вот такие вот коробки. Здесь, получается, стоит аромат к этому углублению. Здесь тоже все такое мягкое. Иногда, правда, он выскакивает при транспортировке. И вот эта его башенка, она может протыкать вот эту мягкую ткань внутри, царапать ее. Вот есть такой момент. Для тех, кто очень скурпулезен в отношении упаковки, это может напрягать. Но так, в целом, конечно, это очень красиво. Особенно у Королевы Шебы. У нее вот эти бархатные такие узоры. Здесь просто получается. Это как печать. Королева Шеба это мой самый любимый аромат у бренда Атар Коллекшн. И обожаю именно за вот эти пьяные, такие немножко дынные персики. Очень-очень спелые, с почти что лопнувшими кожурками. Единственный момент, сейчас аромат более цветочный, так как он только ко мне приехал. И немножечко даже есть какая-то ядовитая нотка. Но я думаю, что ему просто нужно отстояться. И третий мой любимчик. Это, думаю, не только мой любимчик. Это халтатнат, вишневый аромат. Я его люблю вносить именно зимой в снег. Вот я когда попробовала его в снег, он стал очень звонковишневый. То есть в нем вот эта дымность, кальянность, она уходит. А так это, конечно, вишня с очень красивой корицей. Для меня здесь корица такая, как в булочках синнабон. И еще, кстати, у меня дочка недавно сказала, что этот аромат пахнет кока-колой. Вот такие вот дерзкие ассоциации. Очень люблю яркий, красивый, вишнево-коричный аромат с ванилью. Есть вот эта вот вишневая сочность, вишневая какая-то вяленность. Ну, красивый аромат, обожаю. В прошлом году халтатна и всех любителей этого аромата напугал. Потому что цена очень сильно возросла. И его стало сложно достать в магазинах. Цена доходила до 14-16 тысяч за флакон. Я помню, что я свой последний флакон брала, ну, прям дорого. И мне было жалко за него отдавать такие деньги. Сейчас цена уравновесилась с другими флаконами. По-моему, в пределах 7 тысяч его сейчас можно купить. Но не больше 7, в общем, я отдала за флакон. Что, к сожалению, я не могу сказать об еще одном моем горячо любимом аромате. С мужем это Tom Ford Ombre Leather. Это аромат, который просто любовь, просто наша идеальная кожа. Вот такая галантерейная сумочки, курточки кожаные. В общем, запах дорогого бутика, итальянских сумок и обуви. Вот этот вот аромат для нас все. В свое время познакомилась через пробник, который подарил Лев Гоши. Все, я потеряла покой. Идеален в дождь. Просто шикарно шлифит в дождь. Что от мужчины просто пахнет на миллион долларов, что от женщины. Это шикарный аромат. Горячо его люблю, но почему он жутко подорожал. То есть буквально в прошлом году я его покупала в пределах 10-11 тысяч за 100 миллилитров. Сейчас он уже стоит 16, где-то 14, по-моему, я взяла его на Рев Гош. На духе Рейф, Рандеву, там вообще какие-то космические цены. То есть Tom Ford там вообще невыгодно покупать. Выгоднее всего брать в Рев Гош золотом яблоки, вот все фора в этих сайтах. Они, по крайней мере, еще и подарки классные могут положить. Кожаный Tom Ford это аромат, который я ношу исключительно только осенью. Вот такую дождливую проморзлую погоду, пасмурную погоду. Но, в принципе, да, если весна похожа бывает на осень, начало весны, то тоже могу носить этот аромат. Но в другое время, нет, это слишком мощный такой назойливый, может быть, парфюм, от которого может заболеть голова. Вот ему идеально подходит влажная дождливая осень. И еще один такой аромат, который я ношу исключительно только осенью, тоже аромат, который носим с мужем вместе, это Бараонда Носомата. Честно говоря, я считаю, что Носомата Бараонда звучит гораздо круче на мужчине, чем на женщине. Поэтому даже немножко завидую мужчинам, но все равно я не готова отдать его мужу. Я все-таки люблю этот аромат и хочу тоже им пользоваться. Сказать, что он прям вот в мужскую сторону, я не могу. Он абсолютный унисекс. В нем нет каких-то откровенно вот таких, знаете, мужеских нот, да, какой-то колкости, одеколонистости. Здесь этого нет. Этот аромат, он прям рассказывает свою историю, свою какую-то сказку. Но, в целом, первое впечатление моего мужа года два назад, когда аромат у меня появился первый раз, он сказал, это аромат на миллион долларов. Я с ним полностью согласна. Этот парфюм пахнет очень дорого, он пахнет целым винным погребом, но в этом погребе мы рассматриваем не бутылки с вином, а бочки с виски. Главная нота здесь виски указана. И эта бочка была помещена на корабль, как он плыл, попал в шторм, как волны швыряли эти бочки стороны в сторону в трюме, как потом эта морская вода высохла, засохла и проступила солью, как потом эти бочки заставили какими-то подносами с пряностями, с грецкими орехами и сухофруктами. Вот для меня этот аромат, это вот такая большая одна история о путешествии на корабле. Обалденный аромат. Я вот разговариваю, разговариваю, но не помню, показала вам или нет. Вот так вот он выглядит. Здесь у него есть такая как крышечка дополнительная. Я так понимаю, чтобы заменить вот эту пробковую крышку, и можно было брать с собой сумочку. То есть он тогда мало места занимает. К сожалению, очень дорогой аромат. Сейчас, наверное, сама-то тоже подняли цены в Ривгош. И если еще где-то у вас получится, там в пределах 7000 найти, это считается супер цена. Сейчас он уже стоит 9-10, по-моему, в таком вот диапазоне цен. Но аромат классный. Они все очень-очень-очень стойкие. Шлейф у них вот прям действительно аристократ. Шлейф аристократ. Не кричащий, не вулигарный, но заметный и дорогой. Обожаю Бараонду. Еще очень люблю от этого парфюмера Стеркос, но это уже Ортопориси. Ну, в общем, есть там замечательные композиции, которые я бы тоже, наверное, хотела бы добавить в свою коллекцию. А вот из того, что подойдет как раз-таки на каждый день, это два моих повтора от бренда BDK Parfum, французская марка. Очень горячо люблю этот бренд. И два моих самых любимых нюдовых ароматов в их коллекции. Это кремовая кожа. Не буду о ней сегодня говорить, так как уже сколько можно. И это Грис Шорнель Серая плоть. В таких красивых коробках. Это, кстати, я заказывала тестер, опять же, по-моему, с духи РФ. И у них, видимо, товарная версия попала в разряд тестера за счет того, что на коробке вот такая как небольшая вмятина. Видимо, что-то повредили коробку и слюду, и поэтому перевели в разряд тестеров. Очень удобно, что здесь указаны пирамиды на коробке сразу. И вообще, вот как-то показывала вам бренд Байбоза и аромат свой. Вот они, мне кажется, позаимствовали идею как раз-таки у BDK Parfum. Очень уж похожи их коробке. Вот так вот открывается коробочка. Здесь такое мягкое ложе, очень такое плотное. И крепко там стоит аромат. А сам флакон очень тяжелый. Плотная крышка. Хорошо защелкивается. Можно брать за крышку, флакон не упадет. И серая плоть для меня это, наверное, аромат, который вместе вот на одной полочке я бы поставила кремовую кожу и Грис Шорнель. То есть я не знаю, какой мне нравится больше. Я оба этих аромата обожаю. И сюда же я бы еще добавила третьему любимчик табачную розу BDK. Аромат совершенно для меня не про розу и не про табак, а про шоколадный ладан. Но в целом вот на второе место я бы поставила уже серебряную соль и рушь смокинг. Остальные ароматы, ну, так себе. Ну, короче, уже не совсем моя тема. Грис Шорнель абсолютно ньют. Но только если кремовая кожа это такой шлейфовый аромат, колка свежий, но потом с таким фруктовым ветерком и с легкой сливочной, то этот аромат, он все-таки больше возле носителя. То есть у него радиус шлейфа гораздо меньше, но он невероятно крутой. Он абсолютно телесный, нюдовый, мягкий и аромат контраста. Аромат, в котором есть и терпкость черного чая и кардамон, и в то же самое время сладкая мякоть инжира и теплое дерево. И все это как будто с такой пушистостью ириса. Кремовая кожа это мой идеальный замшевый ньют. Это для тех, кто хочет самую нежнейшую замшу попробовать. Ну, нежнее, наверное, только фривольный Жакфат. Вот просто еще нежнее. Я даже не знаю, какой предложить людям, которые захотят попробовать что-то кожанозамшевое. Но носим мы его вместе с мужем. Я не ношу его летом только в жару и редко зимой. Вот осень-весна, особенно ветреная пора, это мое самое любимое время года. На мужской коже тоже обалтенно звучит, получает муж комплименты на него. Обещала я, что будет кратко, но что-то не совсем получается. Наверное, не могу я суперкратко рассказывать об ароматах. Еще один мой повтор. Точнее, у меня есть вот флакончик, но тут осталось совсем-совсем немножко. Наверное, милика 8, максимум 10. Это мой любимый фланкер у Black Opium. Black Opium Intense. У него, кстати, голубая жидкость. И я просто заметила, что я в прошлом году уже его экономила-экономила. Крайне редко использовала. Только потому, что здесь мало. Я думаю, надо закупить новый флакон, потому что это мой самый-самый-самый любимый фланкер. Единственное, я еще не тестила новинку, которая обещает быть максимально кофейной. Но вот эту я все равно обожаю. Вот так вот выглядит коробочка. Очень красивые ароматы у них, очень красиво выполнены. И сам аромат Black Opium очень стойкий. По крайней мере, этот очень стойкий и шлейфовый. И за что я обожаю эту версию? Конечно, за ее горчинку. Вот сейчас осенью будет самое идеальное для него время, потому что у него холодный, горьковатый шлейф. Вот эти вот три ноты Absent Coffee и Лакричник, они вот и дают какую-то вот эту просто потрясающую стильную горчинку на фоне холодной сладости. И они как будто вот эту ваниль, они холодят. Еще в нем, кстати, стала слышать белые цветы, которые раньше особо не улавливала. Вот сейчас новый флакон приехал, и для меня здесь прям много также и белых цветов. Но я его обожаю, девчонки. Как-то мы, когда я выбирала себе Black Opium, мы как раз разговаривали с девушкой-консультантом, и она сказала, самое большое отличие это холодный шлейф, а у обычного классического теплый шлейф. Я вот с ней согласна. У меня есть миниатюрик классический, также у меня был фланкер Флоральшок. Он тоже такой более гурманско-попсово-сладкий, в базе теплый, а этот он прям стильный. Он очень стильный. Обожаю. И еще один, на мой взгляд, крайне стильный аромат из люкса. Это в прошлом году на меня произвел яркое впечатление. Это Libre Intense версия. Обычный Libre тоже классный, очень тоже нравится. Но Intense все-таки зацепил сильнее. Носила я его в основном зимой, в снег, в очень холодные температуры, ветра холодные, морозные. Он тогда просто божественно звучит. В помещении мне он не особо нравится. Он слишком яркий для помещений. От него может заболеть головато, насчет того, что он такой вот прям кричит. Но когда холодно, когда ты идешь, и тебя такой ледяной ветер обдувает, это божественно прекрасно. И вопреки пирамиде неоднократно мне люди говорили, что пахнет сладкими ягодами в шлейфе. Не знаю, что здесь сделали. Хотя вот так вот дыхаешь. Это очень красивая древесность. Это яркие цветы. Здесь есть вот эта какая-то унисекс интересная нота, звучащая унисекс. Какую-то терпкость дает, которая... Но в целом я уже честно не помню, что тут по пирамиде. Для меня это такой стильный, очень яркий, очень громкий, вкусный аромат. В нем есть сладость, но она такая какой-то с холодинкой и с какой-то строгостью что ли. Ну вот аромат, граничащий сладость со строгой холодностью тоже. Интересный. Я люблю этот парфюм. Это для тех, кто любит сейчас или никогда шлифить, знаете, так, как в последний раз. Другой аромат, мой повтор, это уже больше тоже вот в зимнюю историю. То есть вот этот аромат я ношу уже ближе к зиме и зимой. И вот этот аромат тоже для меня снежный аромат. Я обожаю его на мороз. Какой же он красивый, когда вы идете в теплых сапогах, хрустите снегом. Такая вся укутанная, закутанная вот в этом капюшоне с мехом. И этот парфюм, это нереальная просто красотень. Я после того, как я попробовала его, как он звучит в снег, я теперь, наверное, вообще в другое время не смогу им пользоваться. Потому что когда ты находишь вот это идеальное время, идеальная температура, время, место, все, вот эта картинка у тебя остается. И ты хочешь точно таких же эмоций. И ты не согласен на другие эмоции в другое время года и температуру. Это пряники в молоке. Но если бы это были просто пряники в молоке, это было бы неинтересно. Правда же? Вот он в раскрытии своем, он максимально ванильный становится. Молочно-ванильный, такой вот выпечка сладости. Муж мне говорит, выпечкой сладкой пахнет. Но когда ты нанес и вышел снег, это вот все, вот это вот залили еще каким-то ментоловым холодом, от которого даже, вот знаете, дышать легче становится. Но это так интересно. Это абсолютно низшего пахнет, не избито. И сам запах, он такой как густой и плотный. Это вот из моей коллекции одна из любимых курманек. Я говорила, что если я люблю курманские ароматы, то мне надо вот что-то вот необычное. Вот он, необычная курманика. Обожаю. Единственный аромат от этого бренда у меня, который есть. Может быть, когда-нибудь что-то еще появится. Оформление тоже превосходное. И тоже одно время на него были задраны цены, потому что он был крайне редкий. Надо было подписываться на всевозможные сайты, да, где мы покупаем парфюмерию, чтобы нам пришло оповещение, чтобы успеть первым купить. Я даже одно время думала купить в Ревгош у нас оставался там последний флакончик. Но нет, вот в этом году он уже опять спокойно появился. Видимо, поставки какие-то возобновились и спокойно продается по вполне адекватной цене. Поэтому я очень рада, что мои любимчики возвращаются. Еще два моих повтора. Вот это уже парфюмерия, которую я буду носить, ну вот сейчас, в сентябре точно. Потому что вот такая парфюмерия, мои самые любимые ароматы в такое время. Когда уже, знаете, такой ветерочек уже холодный. Когда уже утром и вечером хочется укутаться. Когда в тенечке зайдешь, вроде бы на солнце приятно, но в тень зайдешь и тебя пронизывает холод. Вот, обожаю носить холодные, звонкие ароматы. Летучие такие, шлейфовые, но именно холодные и воздушные. Два аромата про розу, совершенно разные. Но опять же их объединяет холодный шлейф. Дом роза единственная моя оплошность. Я не обратила внимание, что тестер может быть без крышки. Потому что у нас в Литуале стоят тестеры с крышкой. Поэтому я когда помню, что визуально тестер с крышкой, значит уверена, что тестер должен быть с крышкой. Но нет, тестер пришел без крышки. А тут крышка как бы самая такая значимая вещь. Заказывала на духе РФ. Это у меня новый перевыпущенный аромат, который идет с прозрачной жидкостью. Старые выпуски, они идут с какой-то такой темной жидкостью. Аромат бесподобный. Я его очень-очень полюбила как раз таки холодной весной носить. Он звонкий, он шипучий. Это такая холодная розовая роза, которая плавает в таком фруктовом шампанском. Здесь тоже есть фрукты. По-моему здесь, если я не ошибаюсь, должен быть личи. Но помела знаю, что есть точно. И все это на какой-то очень красивой древесной такой подложке. Необычная древесная здесь тоже для меня. Немного в этом аромате тоже есть каких-то молекул как будто. Но чувствуется в этом парфюме современность. Современная парфюмерия. Люблю, тоже много о нем рассказывала. Но еще поговорим с вами, когда буду говорить об ароматах на теплую осень. И аромат, который я вернула спустя 2 года. На самом деле я давно хотела его вернуть. Но надеялась, что когда-нибудь цена будет поприятнее. Но не дождалась девочки. И решила, что сейчас самое время для него вернуться ко мне. Это Байреда, абсолютно нелюбимый мной бренд. Но вот единственный аромат, который я полюбила и скучала по нему, это роза ничейной земли. В свое время я познакомилась с ним как раз таки благодаря девушке-консультанту. Она сказала, что это ее один из любимых ароматов на работу. То, что он очень круто звучит, когда кондиционер хорошо работает. Но я его купила тогда к себе к осени года 2 назад. И как раз это был период, когда я водила ребенка в сад, только устроила. И вот 20 минут на коляске туда, 20 минут обратно. И вот это утро, когда еще вот прохладный такой ветерочек, тебе воздух такой, выходишь, брыр. Вот идеально. Очень красиво, нишевый, холодный шлейф имеет. Роза здесь необычная такая для меня. Акварельная. Несладкая. Легкая. Такая вот немножко даже как будто влажная. И она здесь с кислинкой. И вот девушка, которая консультант мне рассказывала, она мне сказала, что это роза в вине. И вот как только она мне сказала роза в вине, я вот стала слышать этот аромат как роза в вине. Вот, кстати, я потом еще нашла на фрагрантике, наверное, отзыва 3-4, где тоже люди писали, что им пахнет розой в вине. Но вообще сразу хочу предупредить, что на этот аромат крайне противоположные отзывы. От того, что это мускусная роза, табачная роза, удовая роза, масляная роза, бордовая роза, до того, что это холодная, нежная, летящая такая розовая, свежая роза. То есть настолько кардинально разные отзывы на этот парфюм. Поэтому вот обязательно его тестировать перед покупкой, ни за что слепую не покупать. Для меня здесь вот сейчас, раньше я этого не слышала, сейчас я в нем услышала какие-то отголоски криминальной любви Киллиана. Возможно, да, за счет вот этой вот кислинка, которой я говорила, роза здесь такая чуть-чуть как будто она подсушенная, немного умершая в какие-то моменты становится. То есть старте в шлейфе, она холодная, она акварельная, она свежая, вот с такой винной как будто кислинкой. Но потом она немножко мне напоминает криминальную любовь. Но опять же, это аромат вот замешанный на вот этих каких-то молекулах, присущих Байреда. Вот есть у них какая-то лабораторность такая немножко, которая добавляет современности звучания. Я об этом неоднократно говорила. И вот для меня вот этот аромат тоже замешан на вот этом. Вообще здесь есть очень необычные ноты, такие как папирус, и они дают какую-то зеленцу, но не ту зеленцу, которую мы привыкли слышать в парфюмерии. То есть очень необычно интересная. Вообще аромат красиво описывается на сайте, что эта роза, она как такой знак спасения посреди пустынной незнакомой местности. И вот она как такая спасительница появляется на фоне вот этой серости и унылости. То есть мне кажется, в этом есть какой-то смысл, отражение этого аромата однозначно есть. Ну и наконец-то я добралась до новинок. Честно говоря, я как-то не рассчитала свои силы и прям устала. Ладно, первая новинка это аромат от Zarka Parfum Buda Wood в таких вот они колбах идут. И аромат, точнее давайте сначала про бренд скажу. Бренд для меня никогда не был особо интересный. У меня было два флакона их попсовых ароматов, девятая и седьмая молекула. Достаточно приятные, красивые ароматы, ничего плохого сказать не могу, но вернуть их в свою коллекцию мне не захотелось. Buda Wood я случайно просто потестила, просто уже не знала, что потестить. Говорю, ну давайте вот это нанесите мне и я обомлела, потому что для меня это совершенно необычная древесность. Совершенно необычная. Она как туман, влажный туман, который пахнет древесностью. Вот я не знаю, как по-другому вам объяснить этот аромат. Кто-то написал мне в инстаграм, что аромат палочек благовоний или палочек полосанта, вот что-то такое. В общем, палочки благовониями для меня здесь нет тепла, нет дымности, нет горелости, нет воскурения. Это абсолютно холодный парфюм, то есть холодная древесность, вот именно как туман. Холодный, влажный туман. Вот так же этот аромат холодный, какой-то влажный, но с древесным звучанием. Очень необычный, очень невесомый, воздушный, легкий. И опять же замешиваем на молекулах. Вот это вот какая-то молекулярная база. Здесь лично для меня очень хорошо чувствуется. Вот эти, мне кажется, ароматы, они тоже все на молекулярной базе замешаны. Вот, я с ним уже погуляла. Кстати, к нам пришел такой холодный циклон. Тоже была такая пасмурная дождливая погода. Прошел дождь, я поехала ребенка отвозить на занятия. И вот он как никогда, кстати, был. Нанесла много, шлейф слышала хорошо первые часа полтора. Вот, потом он как-то потихонечку уже радиус убавляет. В общем, я довольна. Он абсолютно, вот, осеннее настроение у него. Но при этом он такой на каждый день. И последний аромат. Это, наверное, моя самая главная новинка. Аромат, к сожалению, не дешевый. И вот, как видите, флакон и коробка. Вот такое вот все помпезное. Дорого-богато, золото, все сияет. Вот такой же, в принципе, и аромат. Вот, если вот этот аромат, я говорила, что вполне такой на каждый день, да, на повседнев интересный, не избитый. Кстати, почему-то он совершенно не популярный. Я даже пыталась на него найти отзывы, обзоры. Я не нашла ни одного обзора, чтобы вот у человека был флакон. Он им пользовался, и он о нем рассказывал. Почему-то совершенно как-то не популярен. Ну, с одной стороны, это и плюс. Точнее, это для меня лично, наоборот, плюс. А этот же аромат, девочки, это вот прям гулять на свадьбе. Не в качестве невесты, а вот в качестве гостей. Вот мне иногда девочки пишут, хочу аромат, чтобы вот все гости меня запомнили. Вот, пожалуйста, ребята. С таким ароматом точно запомнят. Он очень яркий, он очень шлейфовый, он стойкий. И именно так его презентовала девушка-консультант. Когда я уже стояла и не знала, что потестить, и говорила, ну, давайте, удивите меня. Покажите мне что-нибудь этакое, вот прям что-то интересное. Она сказала, ну, давайте вот этот попробуем. Нанесла мне на руку. Я попросила. Я при первых же, в принципе, нотах, я такая, ой, это мне нравится. Это сразу ярко, это сразу сочно. Это, знаете, вот как брызги роскоши, какие-то золотые фейерверки вот разлетаются. Вот такие картины сразу. Я потом попыталась найти на него тот же обзор. Нашла обзор одной женщины, где она рассказывала, что в переводе означает этот аромат жидкое золото. Не знаю, не перепроверяла я информацию. Также она рассказывала, что аромат посвящен солнечным лучам на закате. В принципе, вот здесь крышка такая тяжелая, металлическая в виде солнца, да, я так понимаю. Ну, флакон красивый, да. На любителя, конечно, не все такое любят, но он прям помпезный. И аромат сам вот прям намекает, какой он будет через свой дизайн флакона. Купила я его, кстати, на рандеву. На рандеву же я заказала вот этот вот Будда Вуд. Там была, кстати, самая на них адекватная цена. Аромат, как я сказала, яркий, сочный. Именно вот как будто жидкие брызги. Ананас очень хорошо чувствуются. Ягоды я здесь особо не слышу, к сожалению. Ну, вот в нем есть какая-то сочная кислинка такая приятная. В раскрытии этот аромат становится явно сложнее, гуще. В нем появляется очень красивая древесность и некая густота. Как я сказала, вот он гуще становится. И вот в этот период у него такой момент, когда он, если вы переборщили, он может начинать сверлить мозг. Вот. И, кстати, еще в старте, вот после ананаса, мне мерещится какая-то даже шоколадная пудра с какими-то местами. То есть, что я хочу сказать об этом парсюме. Аромат однозначно непростой. Он очень яркий, он шлейфовый, он звучит дорого. Он такой вот, чтобы запоминали тебя по шлейфу. И он многоступенчатый. Он раскрывается поэтапно разными абсолютно сторонами, показывается. В общем, я очень довольна своей осознанной покупкой. И думаю, на этой ноте можно завершить видео, подвести его к концу. Я хочу огромное сказать спасибо всем моим дорогим зрителям. Огромное спасибо всем, кто оставляет комментарии. Это является поддержкой блогера. Отдельное спасибо тем, кто покупает от Ливантики. Потому что у меня нет спонсорства на канале. У меня нет донатов и других источников. Поэтому для меня распью парфюмерии. Это спонсорство, которое помогает развивать парфюмерный контент. Знакомиться с новинками и рассказывать вам о них. Огромное всем спасибо за доверие. И за ваши пальчики вверх и подписку. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.